Добрый вечер! Первый раз в Израиле бриллиантовый тюк, вот, и сегодня продолжаем, а так случилось, что у нас появилась счастливая возможность второй раз отличиться, пообщаться, встретить друг друга, да, кстати, появилась возможность пригласить много поэтов, писателей, композиторов, я не скажу новых, потому что они не новые, они всегда были здесь, но сегодня они с нами на нашем фестивале. Я хочу приступить к торжественной части. В Одессе в сентябре прошел фестиваль Доришевье, конкурс, многие из присутствующих авторов выставили свои работы, и в частности я представлял и поэтические работы, и песню, точнее, на мои стихи. Вот сегодня авторы здесь будут награждения, мне выпала вот приятная миссия начать с благодарности городским властям, потому что мы сотрудничаем очень плотно, и благодаря их любви к культуре, искусству, вот, ну и дружеских связей с Украиной в частности, с Одессой. Я хочу передать от руководства Содружества деятельств литературы и искусства «Глория» данный диплом за активное участие в проведении международного конкурса имени Доришевье «Спаси и сохрани» 20-летию. Благодарственное письмо международный гуманитарный проект «Спаси и сохрани» благодарит Владимира Гершова, заместителем мэра города Ашгода. Сегодня, значит, руководство города представляет Владимир Эдерштейн, он тут же в дипломе отмечен. Просто я хочу пояснить, Владимир Гершов болеет, у нас была предвыборная кампания, все в курсе, да, были очень сложные, так сказать, вещи, напряжение. Вот, ну, представитель города, руководство здесь, Владимир Эдерштейн, заместитель председателя всей Израильской Федерации русскоязычных израильтян, это еще одна должность, и начальник, руководитель отдела Федерации в Ашдоде, всего Ашдодского отделения. Да. Работника Байт Оле Итан и руководителя директора Геннадия Левитаса, также начальника отдела абсорбции Даниэль Шемлев. Ну, себя не буду, так сказать, представлять, тут тоже я отмечен, и Сэм Чубатый, как представители данного фестиваля «Бриллиантовый дюк». Поздравляю, Владимир, прошу, на вручение. Вот, действительно, человек номер один в этом деле, я вам открою тайну, конечно, Владимир Эдерштейн, да, человек, которого надо особо отметить и в этом проекте, и во многих, да, очень большие, серьезные проекты поднимал. Я ему очень благодарен. Спасибо. Для начала, для продолжения нашей фестивальной программы, представляю вам одессита Сэма Чубатого, генерального секретаря фестиваля президента, ему, так сказать, возложила такие функции, он в Израиле частный гость и мой друг. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. 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 Так, нормально? Слышно? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Хочу перейти к торжественной части. Я сказал, что прошел в сентябре фестиваль в Одессе. Вот. Есть дипломы, есть лауреаты здесь, которые присутствуют в зале. Хотел бы начать с отсутствующего в зале, но он очень любит, чтобы он был первым, потому что фамилия Зьюниус, начинается. Юлис, да. Я его первым представляю, да, и передам ему диплом. Диплом номинации авторская книга, лауреат конкурса имени Дреширье «Алмазный дюк» за участие в проекте «Книги издательских писателей» переданы библиотеке издательства «Посев» в Франкфурт-на-Майне, Германии. Михаэль Юрьевич за книгу «Со слезами на глазах». Поздравим его аплодисментами. Мне это очень приятно сделать. Он просил, кто Барахова, призвели. Ну, наверное, потом организуем. Пойдем дальше. Номинация «Авторская книга». Лауреат конкурса имени Дерешилье «Алмазный дюк» за участие в проекте. Я сразу не буду читать. Книги переданы один раз, как я сказал, в библиотеке издательства «Посев» в Германии. За антологию «Писатели Израиля» Тибериана. Вот, награждается... Сейчас вот я найду фамилию. Это группа товарищей. А, наверное, антология это группа товарищей. Наградим группу товарищей. Ну, поаплодируем. Мне очень приятно представить Марка Штенберга. Лауреат, номинация, музыкальные и авторские произведения. Лауреат конкурса «Бриллиантовый дюк имени Дерешилье». Марк Штенберг, это «Ахтыква Израиль». Композитор, музыкант. За верность искусству и популяризацию музыкальной классики и популярной музыки. Поздравляем! Композитор здесь присутствует с нами сегодня. Поздравляем! Поздравляем! Здоровья, самое главное! Просьба показать ролик гимн фестиваля, музыку, который написал Марк Петрович и слова Тармаза Азербстана. Это демо-версия. Когда он уже пойдет наш фестиваль, я уже сделаю более-менее. Сегодня точно вас покинет скука и будет всем гораздо веселее. Нам прибыл фестиваль «Одесский дюка», он свой и на израильской земле. И этот фестиваль уже открылся, сюрпризов много он в себе таит. Ведь даже кто в Одессе не родился, в душе немного тоже одессит. Поздравляем! Аплодируем! И я написал Роман Азербстанк. Музыка Марик. Но он еще не получил дикмом «Зрастики твоей нейтреки о Говоре». Роман, пожалуйста. Роман Азербстанк. Будьте любезны, покажите еще ролик Телебит, стихи Румана Земштата, музыка Марка Петровича. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Человек еще и поет Это очень он прочтет нам сегодня Ну давайте сейчас Нет проблем Пожалуйста Я хотел бы Да Не запустите Не подождите Были Дни Иерусалима Я на этот праздник Написал свое стихотворение Начинается оно строчками Из стихотворения Чичибарина От наших глаз неотделима Холмистость Иерусалима И огнедышащая сень Лежат нетленно мостовые Дома и сквер вековые Кругу святым Под шепот каменных кварталов Всем падшим слава Жжет холод стен И память предков На ветру Отбросит прошлого Чудру Подняв с колен Призык в веках Звучит поныне Грядущий год В Иерусалиме Трепещет флаг Минуют скорби и потери Вновь обретут Сыны евреев Родной очаг Вот такое у меня стихотворение было Оно тоже связанное где-то во многом с личным Мой отец Ушел к добровольцам Еще Да Во Вторую мировую войну И погиб под Москвой Там оставили все На отцов и родных похоронки Память первых шагов И мечтами наполненных дом Где привычным ведром Набирали воды из колонки Где скрепели телеги Под стук лошадиных подков Студобекеры Виллисы В банках свиная тушенка Паровозы Вокзалы Нескладные груды мешков И от бомбы края Еще дымные горячие воронки И в теплушках мелькали Усталые лица бойцов Вот такая была заметочка Вот еще одна первая Более релищная Все проходит Иди проходи Принимая наивность желаний Тайны моря Литое молчание Заполняет пустоты души Ждешь потерь Не теряя себя Обретая мгновения живые Может это не те А другие Сотворенные хрупкостью дня И вот Вообще-то мне бы еще хотелось бы Если вы все не терпите Все-таки это Одесский Как бы дюк И у меня был Любимый поэт Эдуард Пагрицкий Мой тюзка И у него было хорошее стихотворение Которое мне всегда очень нравилось Я вот уже Прочитаю просто По волнам По звездам Проносит шаламу Три грека в Одессу Везут контрабанду На остром борту Что над пропастью вырос Енакий стабракий Попа Сатирас А ведь как гигнет Как звонко засвищет Как двинет барашком Под звонкой нища Чтоб звезды смотрели Чтоб мачки скрипели Хорошее дело Доброе дело Вот так бы и мне В настоящей тьме Усы раздувать Разваляясь на корме Это видит бушприт Над Бушпритом склоненным Да голос ломать Черноморским жаргоном Ай, черное море Вор на море Спасибо Я еще хотел бы вот что сказать Я здесь вижу жен Пуэтов, писателей Композиторов И выступают такие талантливые люди И частица, конечно, вдохновения Большая частица музы Здесь присутствует Я хочу их тоже поздравить Сейчас мне очень приятно Вручить диплом Композитору О, вижу композитора Я растерялся Ну, смотрел, смотрел Все время был композитор на месте Кирш Зильберг Композитору Диплом Номинация Я отправил нашу песню Струится виноградный сок На конкурс В АТСу И нас порадовали Четыре бриллиантовых дюка Четыре Номинация Музыкальное Авторское произведение Исполнение танца Лауреат конкурса Бриллиантовый дюк Имени Терри Шелье Хирш Зильберг Кацрин Израиль Композитор Автор музыки Песни Александра Штенберга На стихи Струится винограда Сок Поздравляю, Хирш Струится виноградный сок Чтоб ты смогла Испеть вина Дарован солнцем Сей глоток Испеть тепло Лучей дана Какая радость Есть вне Как танец Разжигает кровь Вот ты счастливая В огне Тебе нужна Моя любовь Любовь Мы пьем кровь От винограда Покортируйте Борь и снег И не грозит нам Листопад Пробьется вновь Листопад И не будет На столе Вино И праздник Не покинет нас Такое Словно Век Кино И может быть Время Словно Господь Мы вдвоем Но ждут Бокалы На столе Испания Мы к нему Придем И вновь Дела В любви Огне Борь Для души Святой Борь Я Кладил И Нас Колбасу Я Борь Дочь Моя Борь Что Лью Вино А не Слезу Не Слезу Я Борь Не Кровь А Борь 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 День Тепло И Свет И Грозит Нам Листопад Прогнется Вновь Весны Вовек И Будет Нас Олег Вино И Праздник Не Покинет Нас Такое Словно Век Кино Век 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 Олег Век 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 А Век Бог День Тепло И Свет И Некрасив Листопад Прогнется Вновь Весны Век И Будет Нас Олег Век Век И Нас Такое Словно Век Кино Век И Век 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 Веч Я сразу хочу отметить, что задача композитора услышать музыку. Вот Хирс Зинберг как раз его талант услышит мелодию стихотворения, значит мелодию снега, как и Марка Штемберга. На секунду, на секунду, раз уже здесь авто тоже мы его тоже поздравим. Давайте поздравим поэта, который написал какие-то замечательные стихи. Спасибо. Приятно. Я сразу хочу перейти к аранжировщику, да, сказать два слова. Вот так как песню подавал я на конкурс, конечно, я и начал, что задача композитора услышать, а аранжировщик вот с этой услышанной мелодией от Бога, которая все идет, сделать конфетку, да, сделать красивую, как елку, но едить. Вот эту задачу выполнил Артур Бровский. Он стал лаулям тоже, значит, аранжировщик песен. На песню струится линограда сок. Я буду рад ему передать, он, к сожалению, не присутствует. Давайте ему тоже поаплодируем. Ну, я позволю себе еще минутку внимания, раз уже награжденный остался на сцене, поздравить его еще раз за цикл стихотворений и циклов строк моих предних. Так что вам дважды была стоминант. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Ребята, 32 года в моей жизни в Латвии. Я мечтал, чтобы что-то сделать. И всегда это было без опломба. Я ушел, я делал, я падал, я поднимался. И я благодарен маэстро Павловску за 89-й год и композитору Унгару Савицкому, который ушел в данной жизни в Латвии. Это люди, которые помогли мне, как композитору, сделать то, что сегодня я сделал в Латвии. И была такая народная артиста латвийного Унгвия, с которой я работал 4 года. Дай Бог, я там не написал. Сегодня, когда я приехал в Израиль, вот эта родная мама, моя красная мама, которой я принесу первую песню для Ирины Матухновой, ее профессиональному детскому, и не только детскому, вокальному ансамблю, который сегодня имеет 4 гран-3 ансамбль кеш-майзаж-долы. И я принес. И вот я так пришел, так я так... Это было файфик, как сейчас я помню. И я просто принес Ирине песню, и я ничего не ожидал. И вот после того, когда уже эту песню спела Илана, да, Илана Пауза, и вот моя мама сегодня, которая... Я очень сильно благодарен ей за то, что она сегодня с нами, за то, что она здорова, за то, что у нее красивый муж, и за то, что у нее есть профессиональный детский ансамбль. И мама, которая для меня дорога, потому что, если бы с нее все началось. И потом мы уже пошли дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень заправлено, что у Пиши Пастромыча, что мы всего лишь одну песню Ильянова спели. И спели очень много песен. И ансамблем, и солисты, и много песен было совершенно написано именно для нашего коллектива. Так что спасибо огромное, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. И сейчас, конечно, большое спасибо Арту Добродскому, аранжировщику, гениальный человек, который делает из моих песен конфетку, жалко, что я все нет. И я хочу поблагодарить Владимира Эйбельштейна и Ирину, и у кого-то города Аштода, которые... В 2017 году у меня был авторский концерт. Для меня это было дорого. Я всегда все говорю без запомбы. Дай Бог ему здоровья. Владимир, спасибо вам, что вы будете здоровы на долгие годы вместе с Ириной. Берегите ее, Ангелька. Теперь я хочу поблагодарить господина Александра Штейнберга. А, еще вот, вот, идите сюда. Господина Александра Штейнберга. Вот мы сделали вот... И как бы, что вам сказать? Слава Богу, что кому-то нравится. Есть много, кто говорит да, кто говорит нет. Это правильно все. Не может быть, Капаус говорит, мы не можем быть все одинаковы. То есть, когда ты что-то делаешь одинаковое, это плохо. Мы делаем разное, но то, что мы с ним сделали, сегодня вы слышали. Сегодня благодарю. Роме красавчик, рома храма. И благодарю Галине, она еще будет петь. Галине Гамблеву. Там и благодарю. Вот, госпожа Авчаренко, Нина. Вы тоже сегодня услышали детскую песню, которую спела Нового Лана. А, Нина, да? Нина, извините. Вот, я благодарю своей жене, которой вот уже 29 лет. Я все приглашаю в следующий год на 30-летие наше, светлое здание. Молодец. У нас вовремя детей. Я вас вовремя. Вот мы. И хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, чтобы вы здесь все собирались. И, как говорит мой сосед, чтобы мы все собрались на свадьбах детей наших правнуков, через 150 лет. И два раза, как говорят у нас в Бухарском магазине, это Министерство культуры Бухарной. Спасибо. А, маме, вот, Александр Ушеву. Великая, 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 великая здоровья до 250. Спасибо, Игорь. Спасибо. Всем очень благодарю. Спасибо вам, дорогие. Люблю вас. Вот диплом. Номинация «Поэзия». Лауреат конкурса «Алмазный дюк» имени Дэри Шевье. Дмитрий Аркадьев. Он здесь присутствует. Я очень рад. Стихотворение по теме «Глория. Понятие чести». В чем она проявляется. Я очень рад. Люблю Дмитрия. Позитивный человек. Поздравляю. Добрый вечер. Жалко, что я сам по себе поэт. Сам сочиняю, сам пою. На малистике никто музыку не пишет. Поэтому я хочу сказать несколько слов не от себя лично, а вот тут был Багрицкий, а есть на сегодняшнюю тему несколько строк Влада Худжаву. Я недавно и прочел, и думаю, почему не прочесть это для всех. Оно большое стихотворение о поэзии, о поэтов, об их непростом ремесле. Пусть твердят, что дела твои плохи, но пора научиться, пора не вымаливать жалкие крохи, милосердия, правды, добра и предликом суровой эпохи, что по-своему тоже права не выжуривать жалкие крохи, «Отворись, засущив рукава». Это два стихотворения. А теперь, а теперь моё одно, ладно? Сейчас, секунду. Это даже не стихотворение, но я его воспринимаю как автор этих строк. Это молитва. «Не оставляй меня, Господь, Ты не бери пример живущих, Пусть я не кровь твоя, не плоть, Но ты мне нужен прочих пуще. Не оставляй меня пока до храма дальняя дорога, И в меня, вглядевшись высока, Заметь, прошу совсем немного. Ты можешь мне не верить, но, Но по-другому жить могу ли? Ты ближе всех уже давно к моей единственной мамуле. Всего себя перемолоть, И в мыслях быть с тобой рядом, Шепнуть «Услышь меня, Господь!» Пошли мне знак, рукой, взглядом, До слёз, до глядв, Моли, моли мне плоть, Не оставляй меня, Господь! Спасибо! Вот цель не доставать. В Одессе говорят, как? Грамотный диплом хорошо, прекрасно, Но деньгами лучше. Спасибо! Не оставляйте, спасибо! Не оставляйте, спасибо! Два спонсоров, меценатов, да, действительно, да. Диплом – это очень хорошо, но лучше и денег добавить. А вы хотите сказать, пожалуйста, слово представьте Марку Штейберу композитору? Помните, мой друг, с которым я сидел в пятом комнате, Это такой безжимодельский механизм. Он всегда писал, что если человек хочет, чтобы он знал, И чтобы его услышали, Он обязательно об Одессе что-то говорит. Ну, мы привыкли на своё время, Что у нас был Игорь Шаберан, И подобный ему Калина Шмаглян, Надеюсь, и была Сергея Есенина. Мы признаём, я бы ушёл, Но тянется к этой поэзии, Почему? Потому что это желает узнал. Каждое слово. Я если выкушил фюртопески, И остались никогда у меня тексты автора. У него есть свой стиль, своё слово. И даже это слово непонятное человеку, Люда, который кое-что умеет понимать. Всё равно я изменяю его тексты. И мне было, знаешь, как-то, Сначала у меня сын наш дорогой, С которым я сейчас встретился. Для меня это подарок одесский. Это вчера же, в 2009-1960 год. Это я тоже сэпоказал. Купил за без половины тысяч, Игорьский калорийский. Чтобы считать. Начиналось я больно, Да у нас осталось. И я же мечтец. Друзья мои, Сегодня в этом зале Собрался мирный трудовой народ. Как хочется, чтобы вы войны не знали. Как хочется, чтобы жили без печали, И никогда не везли без год. Как хочется. На пожелание моего. Нам не столетие памятное с этой годы. Там люди не равно войны не знали. У них забудет 41-й год. Так вот, однажды, слушая этот звук, Что не забудет больше никогда. В наш мирный край ворвали смерть и муки, Внушая кровь и пекру. И тогда вставай в сторонах, Вставай в бессмертный бой. С лошадской силой. Тёмный, с проклятой альбом. Вы андитиманчики. И, наше время, мы не даем. Это большая потеря. Большое вам спасибо за прием. И большого лучшего мира. Всего счастья и спрятого. Так, Владимир Владимирович, вас поздравить. Большое доброе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо огромное. 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 Вот и прекрасно. А теперь сядь, так мне будет удобнее. Он все из нарастающих интересов и желаний пожирал глазами. А в моей душе поднималась такая злость, завешенная на нервном месте, которая вырвалась наружу. Такой объехой, от которого чуть не свалился с кровати. Не давая ему помнится, я приставила на него по щекам, пока он не пришел сюда и не спрашивал меня в заруби. Ты, свидетеля, двое счастье, что я не поднимаю боку на женщин. Истеричка, одевайся и пометайся вон. Это я истеричка, заирала она, тщетно пытаясь заглушить криком, подавшую во мне дрожь. Это же ты, что же ты наделал, мерзавец, подонок, сукин ты сын. Тебе балову на меня из тех тех баб, которых ты перетравил. Тогда зачем тебе понадобилась моя дочь, моя Яночка? Зачем? Зачем ты ее совратил, урод? Отвечаю, зачем? Соврастил и сделал ей ребеночка. Для чего? Жених нет какой-то. И знаешь эту науку так, как никто другой. И как тебя только земля носит. Я это дело так не остановлю. Я у тебя убеду за лечебку. Там твое место. Такого красавца, как ты, очень любят уголовники и убийцы. Его чуть-чуть куда не хватит. Что ты несешь? Этого не может быть. Это какое-то навозжение. Не абсурд. Неужели яна, твоя дочь? Поверь, я об этом не знаю. Что я присыпался? От страха на сыпь проглотил? Куда подевалась твоя кровать? По своей вечеринке. А теперь отвечаю, как на букву. Где я когда-то познакомился со своей девочкой? На одной вечеринке, которую устроила твоя хорошая знакомая. Моя знакомая? Да, твоя знакомая. А откуда ты знаешь? От яны. Да не смотри на меня так. Я говорю, ты все как есть. Перестань трясти несу сверху. Познакомили, поставили. А может, их костей к тебе уложили. Лиза, прошу тебя, прекратить кричать. А теперь послушай. Это была обычная, ни к чему не обязывающая вечеринка, на которую попался совершенно случайно. Выпью с досады в пару локалов. Вы просто как бы вот сидите немножко, размущаясь. Писателю очень сложно представить свое творчество. Поэтому, впрочем, он прочитал стих, и это законченное произведение. Писателю хочется, конечно, сказать больше. Ну, я думаю, что вы получили достаточную информацию, да, и клип, и почитала Рима. Очень интересное произведение, очень хороший писатель. Спасибо. Вот Роман Абрамов просил прочитать свое стихотворение. Да, есть желание? Добро пожаловать. Роман Абрамов. Кстати, лауреат Бриллиантова Дюга. Потому что как привет. А теперь он хочет выступить как перед поем. Спасибо, спасибо всем. Я рассказал предысторию. После армии мы как-то с ребятами собрались. Пришли в парк, в любимый наш парк. А как раз, когда я был в армии, проходил сухой закон приняли. Запретили все спиртное. Я не знаю, мы пришли, хотели отметить, как мы пришли с армии. Искали, искали, не нашли спиртного. Пошли туда, пошли сюда. Тяжело было. У таксистов там где-то бутылка водки была. И мы, значит, до армии мы всегда сидели в парке. У нас был там бар какой-то, мы приходили, вино пили там, пиво. Так было весело. И мы с ребятами сели и написали так строчку «Я», строчку «Ребят». И получилось интересное стихотворение. Я очень люблю это стихотворение. И что-то меня налило, вот хочу вам прочитать его. Был в нашем парке винный бар. Он был для нас как Божий дар. Там пили все, и млад, и старт, вино, коньяк и пиво с водкой. Гуляла пьяная душа, хоть нет в карманах ни грожа. Все расходились не спеша, домой не твердой походкой. Нередко сиживал я там, любил я выпить. Истакан был для меня как талисман. И верил в бакуса я свято. И угощал я всех подряд. И первый встречный был мне брат. И мы стояли брат за братом. Ну вот, закрытый винный бар. Какой тяжелый был удар. Остался только перегар от коньяка и водки с пивом. Теперь там сделали ларек. С лихим названием «Ветти Рок». Там продают томатный сок. Как это дешево и мило. Зачем же умный наш закон сыграл со мною злую шубку? Ну разве в том я виноват, что не могу пить лимонад? Теперь я пью Динатура. Ущерб здоровью и живот. Спасибо. Это так, чтобы разрядить обстановочку немножко. Спасибо. Я хочу представить еще одну нашу песню с Киршем Зильбером. Сейчас выступит Галина Гамбель. Я в преддверии этого захочу сказать, что Галина начинающая певица был шикарный дебют и в хит-параде первого радио четвертое место с песней «Я как волна на мои стихи». Я очень горжусь. И еще скажу больше, что значит на следующий бриллиантовый дюк в Одессе будет представлена эта песня в номинацию, как раз музыкальную номинацию. Галина Гамбель. Ну и что я добавить хочу, что Галина не только талантливый человек как певица, она политик, общественный деятель, шикарная мама, дочь в армии, сын здесь присутствует. А еще у нее своя фирма по медицинскому туристу, потому что она бизнес-леди. Прошу, Галина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 одну, как мираж, чтоб тихо молиться за твой антураж, тебе возвращаться сквозь бури и боль, тобой восхищаться и грезить тобой. Я такой шуточный стих написал про перо. Перо, оно имеет много символов, да, и один из символов нашего писательского труда, так сказать. Перо награда, но не суть. Иззада вырвана павлина, оно стоит не обессути у изголовья властелина. Перо писал великих двор, творя нетленные шедевры. Перо дарили, как позор, за трусость, подлость и измены. Перо лишь символ, а талант дарует только сам Всевышний. Коль ты избранник, как атлант, держи свой мир на точке выше. Здесь диплом, номинация поэзия, лауреат конкурса имени Дериш Ильель, изумрудный дюк, табачников, Ю, Риэль, город Ариэль, Израиль, из цикла мосты, стихотворение по теме Глория, понятие чести, в чем она проявляется. Рад поздравить. Спасибо. Я такой высокий, чтобы мне удобнее было, наверное, здесь. Я хочу первым делом поблагодарить устроителей того же Сэма. Это уже второй дюк. Первый, правда, за драматургию, но вас знакомить с драматургией, это придется не один час, а поскольку у нас уже большая часть зала устала и не присутствует, я отвечу небольшим стихотворением, но с маленькой прелюдией. Это стихотворение, извините, я болею, это стихотворение посвящено шестидесятникам, то есть тем людям, без участия и участи, которых мы вряд ли бы с вами все оказались на этой земле. Называется «Оттики». По улицам шестидесятые идут в балоньевых плащах свобода робкая, лохматая, раскрепощается в твистах, полузапретная поэзия, и запах ландышей пьянит, окрасок солнечных экспрессия, сменяет серый колорит, и пусть болит еще вчерашнее, и грусть сомнения скребет, но нам задание домашнее, надежда наша задает, и небо вдруг открылось синие, и незнаком пока застой свободы чувства чумелая взлетая, кружит над страной, в стиляги пестрадой плеваются, и слушают воскрешить джаз, хоть тучи медленно сгущаются, недобро щурят тусклый глаз, и все же в хиппи подражании, и вожделены Битлз найдешь свое ничье самосознание, которым дышишь и живешь, и споры физикам и лирикам еще проходят на ура, ведь от тебя такая зыбка, но превосходная пора, шестидесятые крылатые основа будущих свобод народ, к поющим, пишущим, считающим толпой стекается народ, конечно, многое меняется, но все же надо осознать, свободный дух не прогибается, его так просто не сломать, ведь все однажды повторяется, пусть в формах несколько иных, когда растки у нас пробиваются деревья выросли из них. Приятно, вот сегодня мы, так сказать, тоже визуально здесь встретились, первый раз, Юрий, я думаю, станет постоянным участником, я знаю, что даже, в принципе, он не одессит, по-моему, да, Юрий? Нет, не рыбоверный. Да? Ну, душой. Но с Украины. Я хочу, вот еще осталось, я не знаю, я буду читать люди здесь эти, нет, но я прочитаю всем дипломы. Диплом номинация Международной Литературной Олимпийской Игры и Многоборий Искусств, лауреат конкурса Бриллиантовый дюк имени Дэй Шелье, Ефим Гамер, он с Хрусалима, я знаю его, боксер, да, самый интересный человек, писатель, художник, за эссе юмористической фантастической пьесы, всего лишь воздух, цикл стихотворений по номинации Нам нужен мир, изобразительное искусство. Его нет, да, давайте поаплодируем, человек очень поватный, известный. Диплом номинация Кино, Искусство, лауреат конкурса Алмазный дюк имени Дэй Шелье, Жанна Вильде, Израиль, Митте, Воси, Микаэль, Таривердиев, да, ну, крайне написано это мое правило, но фамилию точно, Михаэль Таривердиев, в проекте, значит, Алмазный дюк, поздравляем, передожим, диплом, номинация поэзии, лауреат конкурса имени Дэй Шелье, Изумрудный дюк, Аркадий Флейшер, он здесь? За него, за него, за него, да, вот есть, как раз Дмитрий Аркадий, он передаст ему, город, севолюцион, стихотворение по теме Глория, понятие чести, в чем оно проявляется из цикла «Меняются знамения времен». Есть еще диплом, сейчас дойдем. Диплом, номинация музыкально-авторские произведения, исполнение лауреат конкурса Изумрудный дюк, Дэй Шелье, роман Морозовский, Нитания Израиль за песни, дворик на Каванны, романс на границе осени. Поаплодируешь, вы тоже говорите, а лучше, я потом буду этих людей искать и передавать. Вот у меня приятная миссия, Ефим Златкин, наш додис, как я, 20 лет я жил на Шдодис, Ефим Златкин терпеливо всех выслушал, очень интересный человек, писатель, сейчас он тебя позицирует как поэт, вот мне приятно вдвойне, что я должен ему передать диплом, вручить от Международной Гильзии писателей, на которой мы являемся, диплом его величества книги, награждается Ефим Златкин, молитва о Михалине за высокое художественное мастерство, ответственный секретарь МКП Международной Гильзии писателей Лада Бомугартова. Поаплодируем послужие послужие бизнесмены, писатели. Поздравляем. Спасибо за терпение, да? Но маститы всегда, так сказать, в конце выступают. Я не буду долго задерживать вас, и вы все встали. И я хочу сказать, что мы счастливые люди. Во-первых, тем, что мы видели свои кролики, когда они были в 30, в 40 лет. Это очень важно. И у меня такая тема, она у каждого внутри, эта тема. Мира, войны, еврейская тема. Но кто-то может быть перешел на другую тему, я вот не могу перейти, поэтому я подчту и пару составлений, это будут короткие. Эта книга, диплом, который я получил, это как вторая книга. Первая книга, «Бударова Михайлина Иерусалима», это вторая книга, третья книга уходит. И в этом году было 75-летие Минского гетто. Отмечали, это было не гетто, Минск самое крупное в Европе, там погибло почти 800 тысяч. И я, в принципе, не считаю себе поэтом, потому что, ну, поэт-пастернак, поэт, допустим, Пушкин, то есть это великий поэт. Мне просто там что-то родилось, я с вами поделюсь. Ко мне зашла мне сразу стучать на одна женщина, которая говорит, да я жила в гетто. И я видела, как каждый день черный дождь опускается на крыше. А черный дождь это был черный пепел. И вот мне такие родились стихи. За колючей проволок расцветают красные маки, черный дождь опускается, на иерейские браки. В воздухе пепел, жирный пепел, Господи, как он лазослепит, как лазослепит. Мама рвет на себя в лобце, девчушка, не улетай. Охранник злобно речит, дверь не открывай. В небо уходит мама, мама, мама. А за ней дядя Исаак, подружка злата, тетя Клава. А-а-а-а. Падает, падает пепелная земля на крыше, потрескает села, бараки шушат мыши, мыши. Охрана безсловицы даже шутит. Что за евреи? А ведь вначале умирать не хотели, не разгорались, только шипели, шипели, а теперь словно ангелы пряжут костром. Черное небо над гетто столбом, столбом. И вдруг тишина. Только львется легкий дым над бараками. Опустили. Почерни раздевивши красной маки. Вот просто посетствование под 8 минут разговора. Еще одну строчку, пару строчек. Я когда был в Беларуси, я увидел такое одинокое кладбище, такое забытое, такое грустное. Юлийское кладбище. Ты такое печальное. Скучаешь в одиночестве на крайне. Редки посетители, калитка открытая. Дети родители в другом мире. Деды родители в другом мире. Дети внуки в Иерусалиме. Не на следующий бежит собачка, собачоночка рыжая. Чья же это душа безлимная? Вот родилась на такие строки. Еще одно и я вас не буду задерживать. Почему? Потому что действительно я вам скажу эту тему, которая не проходит. Две строчки я написал после отца. Мой отец без пинтах горел в бреду и беззвучно кричал горящими губами «Мама! Мама! Я к тебе приду! Только ты!» Не стой возле ямы. Он платье метался, виден мать на краю, поднимался и перебит руки. Все кричали «Я вернусь! Я вернусь!» на во рту заставали лимфу! Спасибо! Я еще хочу добавить больше информации. Ефим Златкин член журналистов СССР был и сейчас он является членом Союза писателей Беларуси. Мне тоже хотелось это отметить. Также я хочу по случаю уже переходя к танцевальной программе мы четко идем и все у нас получается просто представить приятную информацию тоже. Сейчас я был на награждении в Центральном Доме Литераторов в Москве. Мне была вручена такая медаль за отличную работу в Интернациональном Союзе Писателей. Хочу поделиться просто радостью. Это за номером три. Это еще приятнее это новая награда наша. Спасибо. Спасибо. Вот такое благодарственное письмо сертификат на 8000 рублей для издания. Благодарственное письмо Александру Шуруштенбергу коллектив Интернационального Союза Писателей выражает вам особую благодарность за проявленную инициативу активную общественную работу в нашем Союзе. Также хотим отметить ваши выдающиеся организаторские способности и отличную работу популяризации деятельности СП. Желаем вам успеха в ваших дальнейших трудах и начинаниях. Мне очень приятно разбереться с нами. Господа, мы отработали свою программу основную. Сейчас у нас здесь присутствует замечательный ансамбль, который приготовил нам сюрпризы с танцами. Руководит этим замечательным ансамблем Одесситка Наталья Карамач. В прошлый раз они нас очень порадовали, в этот раз они в костюмах. первый танец называется «Вальс». Добро пожаловать! Сейчас надо «Вальс». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок